Первый звонок прозвучит в этом году в регионе для 33 тысяч первоклашек. Это на 700 человек больше, чем в прошлом году. А всего 1 сентября за парты сядут 300 тысяч детей. Все они получат дневник самарского школьника, посвященный году литературы. Предварительные данные озвучили в областном министерстве образования. К началу учебного года все учебные заведения, их в регионе насчитывается 696, будут готовы к приему учащихся. После ремонта откроется Самарская 81-я школа и Алексеевская. Завершится строительство образовательного центра в Кошках. Сентябрь будет богат на события. Улучшить свой результат по русскому и математике смогут выпускники прошлых лет, а школьники будут писать сочинения в рамках всероссийского конкурса. Подведут его итоги в октябре. Нововведения ждут девятиклассников. Итоговая аттестация будет включать в себя не два, а четыре предмета. А изучать историю России теперь будут по учебникам, соответствующим новому историко-культурному стандарту. Появятся у школьников и электронные учебники. Правда, это нововведение заработает только в следующем году. Этапно в этом году начнется серия больших семинаров по внедрению электронных учебников. А потом уже будет принято решение, какие электронные учебники закупать, в каких объемах. Ну, это вот решение этого года. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!